Уважаемый Татьяна Юрьевна, уважаемый Абдель Фёдоровна, уважаемые друзья, коллеги, я рад, необычно рад, что я выступаю в этих стенах вновь. У меня это всегда тепло и трогательно. И сегодня я коснусь доклада как новой перспективы, новой возможности в лечении распространённых сарком в мягкие ткани. Но несколько слов о саркомах. Этот термин сарком в мягкие ткани объединяет разнородную группу относительно редких злокачественных опухолей. Годовая заболеваемость составляет приблизительно 50 случаев на миллион населения, менее 1% от всех злокачественных опухолей, однако у детей эта опухоль встречается намного чаще. Медиана выживаемости больных десеминированными саркомами мягкими тканями составляет около 11 месяцев. Какой же прогноз у больных с неоперабельной саркомами мягкими тканями? Метастатические саркомы мягкими тканями характеризуются достаточно плохим прогнозом и ожидаемая продолжительность жизни с момента начала первой линии химиотерапии составляет порядка 8-13 месяцев. Более 20% больных саркомами мягкими тканями погибают в течение первого года с момента постановки диагноза. Относительно частота встречается в морфологических типах саркомов. Видите, 1% среди всех злокачественных образований, но при этом какая большая длительная цепочка, какой большой замкнутый круг разновидности сарком мягких тканей. Но мы говорим о липосаркомах, и в данном случае липосаркомы здесь занимают достаточно немаленькую весомую часть. Это порядка 15% среди всех нозологических форм сарком мягких тканей. С чем связан достаточно плохой прогноз, достаточно малая эффективность лечения сарком мягких тканей? Но она связана, в первую очередь, конечно, с гетерогенностью опухолевого процесса. Но вы видите, что несмотря на то, что имеется одна нозологическая форма, обусловленная липосаркомами, при этом выраженная такая подтип опухоли, да, высокодифференцированная опухоль составляющая 40-45%, миксоинная, круглококлеточная 30-35%, плеаморфная 15%, да, дифференцированная саркома порядка 5%. То есть каждому такому подтипу требуется свой подход, требуется своя терапия. Какая вот еще раз повторюсь характеристика? Ну вот по типу опухоли, да, вы видите, что плеаморфная саркома обладает сложной структурой реанжировки молекулярных подтипов, и смертность такого подтипа опухоли составляет порядка 30 до 50%. При этом миксоинная липосаркома, также достаточно часто встречающаяся такой подтип опухоли липосарком, составляет порядка 21%. То есть исходно это уже прогностически неблагоприятные опухоли. Что произошло в эволюции лекарственной терапии саркома мягких тканей за последние 40 лет? Ну видите, старт был дан в 70-е годы, когда появились такие препараты, как доксорубицин и фосфамид. Уже спустя десятилетия, в 80-х годах мы начинаем применять новые схемы лечения, новые комбинации химиотерапии, это схемы АИ, доксорубицин и фосфамид. В 2000-е годы, это, наверное, самая знаковая эра, и на сегодняшний момент появляются на рынке препараты уже целенаправленного ряда, избирательного характера. ГИС начинает лечиться с достаточно хорошей эффективностью риграфенибом, применяется требектидин при леомиосаркомах, липосаркомах, включается в терапию саркома мягких тканей, позапониб, которая достаточно также эффективно влияет на ДИСТ, ирибулин лиомиосаркома, липосаркома. То есть, в принципе, сейчас мы подошли к такому действительно избирательному терапии, направленному терапию для лечения саркома мягких тканей. Ну вот, наверное, не для меня, а для многих, действительно, три знаковых таких исследования. Это исследования ПАЛЕТ и два исследования, которые были представлены на АСКО 2015 года. ПАЛЕТ – это позапонит, визавис плацебо. В данном случае первичной конечной точкой было использовано выживаемость без прогрессирования. И вот два исследования, касающихся использованных препаратов РИБЛИН, где уже фармакологические фирмы ставили, наверное, первичной конечной точкой, именно общую выживаемость для пациентов с распространёнными саркомами мягких тканей. Но немножко я подробно остановлюсь дальше на этих исследованиях. Какой настоящий момент, вот я упростил, как только возможно, алгоритм лечения локализованных метастатических саркомами мягких тканей. Но в первую очередь, конечно, следует сказать, что хирургический метод остаётся пока ведущим в лечении первичных форм саркомами мягких тканей. Но при этом, да, чётко должна быть произведена оценка. Это края резекции, в данном случае от краев резекции, от резидуальности опухоли. Уже идёт дальнейший старт нашей терапии. При Р-плюс краев резекции рекомендуется проведение лучевой терапии. Но действительно, если мы выявляем образование на ранних стадиях развития опухоли, на ранних стадиях опухолевого процесса, конечно, здесь следует сказать, что действительно в 50% случаев с помощью хирургического метода лечения нам удаётся излечить пациентов и перевести их в длительное динамическое наблюдение. Это не говорит о том, что мы спустя какие-то годы не встретимся с возвратом этого процесса. Конечно, мы сейчас отмечаем много таких достаточно орфанных случаев, что пациенты лечились 10 лет тому назад, получали лучевую терапию. Но всё-таки происходит возврат к этому заболеванию. Уже пациенты из категории давно операбельных, давно излечимых пациентов переходят в категорию, которая нуждается в проведении полихимиотерапевтического лечения. Метастатические формы. Фактически в 60% первичное лечение заканчивается то, что мы имеем дело с десеминирным опухолем процессом. И в данном случае сейчас во всём мире многие уже говорят о проведении повторных хирургических вмешательств возврата цитуредуктивных операций. Но следует подчеркнуть, что цитуредуктивными операциями подлежат только порядка 10% из всех когорты больных. Но вот какие комбинации? Как мы говорили, мы от 70-х годов не вышли далеко. По-прежнему достаточно эффективно является препарат доксорубицин и фосфамид. Их комбинация на различных линиях химиотерапии, либо в первой линии, либо в второй линии. Но уже в третьей-пятой линии мы можем использовать препараты целенаправленные, такие как тробектидин, запониб и рибулин. Евдея в своё время, в 2013 году, если я не ошибаюсь, одобрила использование препарата тробектидин, или многие его знают, как йон для лечения двух подтипов ансарком мягкие ткани. Это липосаркома и леомиосаркома. Что же показали исследования применения препарата тробектидин? Они улучшили показатели выживаемости беспрогрессивности тробектидин в зависимости от декорбазин 4-2 месяца и 1,5 месяца. Соответственно, медиана общей выживаемости одинаковой была в обеих группах и составила 13,7 месяцев против 13,1 месяца. Но при этом отмечалось только снижение риска прогрессивания заболевания на протяжении первого года. Уже в 2016 году к нам на рынок выходит препарат холовен или рибулин. И вот в данном случае я приведу исследование 207-е, терапия рибулин, внутривенная инфузия, продолжительность порядка 2-5 минут, доза 1,2-3 мг на метр квадратный. И в данном случае имелась достаточно выраженная эффективность в исследуемой группе была продемонстрирована у пациентов с липосаркомой и у пациентом с лиомиосаркомой. У пациентов с липосаркомой выживаемость без прогрессирования составила 12 недель 46,9%. И пациентов с лиомиосаркомой выживаемость без прогрессирования к 12 недели составила 31,6%. Исходы у ранее получивших терапию пациентов с иновиальными саркомами и другими саркомами типов не достигли основных критериев эффективности. Тем не менее, в двух данных группах пациентов были зарегистрированы ответу также на терапию. У пациента с иновиальными саркомами к 12 недели составила 21,1%. У пациента саркомы других типов к 12 недели составила порядка 19%. Знаковое исследование 309 – это, наверное, основной дизайн и основная отправная точка дальнейшей нашей терапии при липосаркомах. В данную группу вошли распространенные липосаркомы, то есть все L-саркомы, леомиосаркомы, высокой или промежуточной степени злокачественные. При этом отбирались пациенты, уже получавшие раннюю химиотерапию, которые включали антрациклины, измеряемые проявления заболевания парицист и при ЭКОК менее двух. В данном случае сравнивалось применение рибулина визави декорбозин. Первичной конечной точкой, я еще раз подчеркну, это очень важно, являлась общая выживаемость. И вторичные конечные точки – это выживаемость беспрогрессивная, частота выживаемости беспрогрессивная до 12 недели. Естественно, безопасность и переносимость препарата. Что показало это исследование? В этом исследовании было статистически значимое улучшение медиана общей выживаемости по сравнению с пациентами, получавшими декорбозин 13,5 и 11,5 месяцев. На сегодняшний момент эта цифра показывает достаточно выраженный прорыв в лечении сарком мягких тканей при распространенных формах. Преимущество в общей выживаемости было показано во всех морфологических по типах липосарком, как дедифференцированных, миксоидных, круплеклеечных, так же и полиаморфных. Наиболее частые нежелательные явления наблюдаются у более 20% на протяжении всей исследовательной группы. Но, как правило, они имели классическую панель и достаточно легко оккупировались стандартными препаратами. Ну вот хотелось бы принести несколько клинических случаев опыта лечения препаратом ирибулин распространенных липосарком. Ну, первый опыт зарубежных авторов во главе с профессором Штовский. Пациентка 55 лет, достаточно такой выраженный онкологический анамнез, синдром Лефраумена, обнаруженный полом гена в ТП-53. Пациентка впервые заболела в 3 года, у неё была диагностирована рабдомиосаркома. В подростковом возрасте у пациентки диагностируется остеосаркома, пациентка получает химиотерапевтическое лечение, включающая антрациклиновые препараты. В 53 года у пациентки диагностируется медицинальная нерезультатабельная липосаркома высокой степени злокачественной, и пациентке назначается препарат тербектидин суммарно 16 циклов на протяжении 12 месяцев, после чего фиксируется прогрессирование заболевания в виде метастатического поражения печени при наличии сохранной первичной опухоли, медицинальной опухоли. Пациентке назначается препарат рюблинин, в данном случае пациентка, так как проходила по клиническому протоколу в рамках клинического исследования, в связи с её соматическим состоянием пациентке редуцируется доза до 1,1 мг на метр км. Полных курсов до прогрессивного заболевания препарата эмбулина проведено 12 месяцев, стабилизация основного опухоли очага фиксируется с частичным регрессом метастатического поражения в печени. Из побочных явлений, нежелательных явлений – это тошнота, вымедленная лекопедия, утомляемость. Ну вот на слайде можно увидеть первичную медицинальную опухоль. Как отмечает автор, данная первичная опухоль на фоне проводимой терапии не менялась, но при этом действительно был отмечен выраженный регресс опухоли очагов в печени до и после терапии. В данном случае я привожу уже два наших клинических случая. Пациентка 41 года, достаточно действительно таким длительным анамнезом. В августе 2009 года пациентка оперируется по поводу опухоли забрюшинного пространства, верифицируется это всё как липосаркома высокой степени злокачественности. В мае 2014 года, опять же, отмечено прогрессирование опухолепроцесса в виде появления местного рецидива. Производится удаление рецидива опухоли в объёме двесторонней гемиклопоктомии, невректомии, удаление вот этого всего объёма. В январе 2015 года также повторное прогрессирование в виде повторного местного рецидива, проводится удаление рецидива опухоли и уже проводится лучевая терапия в 156 Грей. Но, несмотря на это, в августе 2015 года, опять же, фиксируется повторное прогрессирование в виде многоузловых висцеральных поражений. Пациентке назначается схема МЭЙТ, которая проводится в объёме шести циклов, на фоне которой фиксируется стабилизация, и пациентка переводится под наблюдение. Несмотря на это, в феврале при динамическом обследовании 2016 года фиксируется прогрессирование в виде появления тонкокишечной непроходимости, прогрессирование опухолевого процесса, и пациентке предложено проведение неполной цитредукции, а дальше приведение пациентки на препарат Трабектидин, который он получает в течение трёх курсов. На фоне препарата Трабектидина опять же фиксируется прогрессирование, то есть рост висцеральных опухолевых узлов, и пациентке назначается уже гемцитабин ДОЦИТАКСЕЛ. С ноября 2016 года мы наблюдаем продолженный рост опухолевых узлов, и пациентке предлагается перейти на проведение схемы препарата Рибулин, который он начинает принимать с ноября 2016 года в стандартной дозе 1,23 мг на метр квадратный. Мы фиксируем уже достаточно хорошие стойки частичный регресс после двух циклов, данные магнитно-резонансной томографии я представлю, и стабилизацию опухолевого процесса. В данном случае хочется отметить, что действительно вот такие на когорты пациентов, которые получали у нас препарат, составляет порядка 7 человек, но при этом я достаточно могу четко уже сказать, что вот такой выраженный эффект на препарате Рибулин, он отмечает стойко где-то через 2, через 3, через 4 месяца. В дальнейшем пациент находится в стойкой стабилизации опухолевого процесса. Мы не получаем достаточно значимых регрессов. Из нежелательных осложнений у пациентки в середине курса было отмечено кровотечение из желудка. Связано нам было с распадом опухоли, что один из узлов прилежал к стенке желудка. Но вышли из положения, что произвели эмболизацию ветвей левой желудочной артерии по поводу состоявшегося кровотечения. Полных курсов до прогрессирования пациентка получила, до прогрессирования 12 месяцев. В октябре 2017 года фиксировано прогрессирование опухолевого процесса. Но вот такие данные до начала лечения. Опухолевое образование 3 на 3 см, 4 на 2 см. И мы видим, что после фактически 2 месяца выраженный достаточно ответ на проводимую терапию. В дальнейшем эффект достаточно был в стойке. Но после 12 месяцев мы отметили выраженный бурный рост опухолевого образования. Возврат к каким-то схемам химиотерапии. Первая линия не был эффективен. Но, к сожалению, пациентка в последующем через полиороганную недостаточность умерла. Ещё один случай. Пациентка 69 лет. Тут более уже классический такой вариант. В августе 2013 года, опять же, удаление опухолевого образования забрюшинного пространства. Верификация звучала как липосаркома высокой степени злокачественности. В августе прогрессирование местный рецидив повторного удаления. То есть, фактически, это типичные такие клинические случаи течения вот этих забрюшинных сарком. В мае 2015 года прогрессивно. Опять же, множественное висцеральное образование брюшной полости пошли по пути назначения доксорубицин и фосфамид. Пациентка получает 6 циклов. Стабилизация опухолевого процесса. И в последующем наблюдение. Несмотря на это, в феврале 2016 года фиксируется прогрессивное заболевание. Пациентке предложен переход на препарат ириболин. Эффект, опять же, как я говорила, в первом случае уже был получен спустя двух циклов. В виде уменьшения объемов опухолевого образования. И в дальнейшем стабилизация опухолевого процесса. Полных курсов до прогрессирования 11 месяцев. Прикок 1. Июнь 2017 года. Кишечная непроходимость. На фоне проводимой терапии. Также произведена неполная цитридукция. И в июле 2017 года пациенткой возобновлена была монохимиотерапия препаратом ириболин. Но достаточно выраженный, опять же, эффект. Спустя два месяца после назначения препарата. Видите, достаточно значимое уменьшение опухолевого образования. Такой эффект наблюдался на первых стартах проведения терапии. Следует сказать, что мы уже в послеоперационном периоде назначали препарат реболин. К сожалению, пациентку мы потеряли, так как в связи с развитием сердечно-сосудистых осложнений, не связанных с приемом препарата, пациентке было выявлено сердечно-недостаточное, и пациентка умерла. Ну вот в настоящий момент, как я говорил, у нас проведено 7 таких пациентов препаратов. Реболин, высокая или промежуточная степень, злокачественность, лимпосарком. Более двух ранее режимов химиотерапии у одного пациента. Я представлял эти данные. После применения производных антрациклинов 6 пациентов, 6 пациентов, простите, 5 пациентов, которые получили препараты реболин, спустя полгода мы фиксировали достаточно стойкую стабилизацию, и пациентку попытались перевести под динамическое наблюдение. Однако это не увенчалось нашим успехом. Через 2-3 месяца было фиксированное прогрессивное заболевание. Возврата к препаратам эреболин, таких эффектов мы уже в дальнейшем не получили. Достаточно прогрессивное заболевание носило достаточно такой бурный характер, и пациенты переводились на другие линии химиотерапии. По всей видимости, вот такое прекращение приема препарата, оно и в дальнейшем не увенчается никаким успехом, и препарат, по всей видимости, при своей эффективности показан максимально долго. И пациентка спустя 12 месяцев, о летальном исходе, который я сообщил, в третьем клиническом случае. Ну и в заключение хочется сказать, что какие вообще основы лечения Эль-Саркон? Ну это, конечно, селекция пациентов на самых ранних этапах и избирательность. Спасибо. Спасибо большое за блестящий, как всегда, доклад. Будут ли вопросы к Виталию Викторовичу? Все понятно, все ясно. Надо с удовольствием всех отпустить. Самое главное, что особенно ценно собственные опыты, это всегда... Я присоединяюсь к этой оценке, безусловно. Виталий Викторович, скажите, пожалуйста, в вашем докладе было показано, что Эль-Саркомы наконец стали лечить лучше. Какие-то результаты стали получше, чем были до этого. А что делать с остальными саркомами? Есть какой-то свет в конце этого туннеля, достаточно темного? Ну, я думаю, что однозначно да. Но, например, есть определенный прорыв при лечении сеновиальных сарком. Но, к сожалению, у нас препарат регрепфенип еще пока, Слава Анатольевна, он не зарегистрирован. Но ожидается, что может быть такое случится, и мы уже будем более эффективно лечить и сеновиальные саркомы. Какая-то лучшая? Вот тут, наверное, я затрудняюсь сказать, но я думаю, что нет, какая-то прицельная. Потому что препарат достаточно хорошо зарекомендовал себя в лечении колоректального рака, как вы знаете. Но в данном случае был отмечен достаточно хороший эффект при лечении сеновиальных сарком. Но подробности я, извиняюсь, не готов, наверное, сказать. Также, ну что, я думаю, что еще много моментов будет позитивных, связанных с иммунотерапией саркомы в мягкие ткани. Я думаю, что это будет такой определенный прорыв. Есть надежда, но пока сейчас идет клиническая часть, третья фаза препарата Алортумаб. Я думаю, что и с ним будет достаточно связан хороший такой прорыв в лечении распространения саркомы в мягкие ткани. Ну и в данном случае, я думаю, что, конечно, немаловажный момент, что все-таки комбинации цитостатиков с таргетами, они приведут к эффективности тетки лечения. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы? Тогда поблагодари. Спасибо.